владимир путин предложил объявить 2021 годом науки и технологий эта инициатива не случайно несмотря на санкции запада и пандемию в россии на первые роли все больше выходит инновационная экономика после событий 2014 года многие эксперты предрекали технологическую изоляцию российской экономики такое убеждение базировалась на известном противостоянии двух экономических моделей протекционизма и свободы торговли обычное утверждение сторонников свободной торговли состоит в том что протекционизм и закрытие национального рынка ведет к загниванию экономики а вот свобода торговли наоборот к процветанию страны именно в такой логике развитые страны запада хотели колонизировать россию в начале 1990-х годов тогда нашей стране предложили тихо качать нефть и газ а все мало-мальски технологичное инновационное покупать за рубежом все в логике английского экономиста девятнадцатого века давида рикардо который наглядно просчитал пример обмена английской шерсти на португальское вино и доказал что португалия лучше растить виноград а англии разводить овец с тем чтобы потом выгодно поменять эти товары в свободной торговле однако в реальном мире обмен шерсти на вино пытаются превратить в стеклянные бусы в обмен на землю одна из стран колония попадает во все большую зависимость от мирового лидера метрополии после чего колония отстает в цивилизационной гонке и часто уже навсегда поэтому от россии образца 2014 года ждали именно такого сценария агонии в тисках западных технологических санкций а потом сдачи любой политической и экономической независимости теперь же в 2020 стало ясно что сценарий по технологической изоляции нашей страны не сработал здравый российский протекционизм и опора на собственные силы оказались сильнее призрака свободы торговли которым пытаются злоупотребить сша 2020 год стал временем демонстрации финальных технологических достижений ставших результатами усилий предыдущих лет и даже десятилетий попробуем составить рейтинг этих успехов 10 главных научно-технологических прорывов нашей страны в уходящем году первое место стоит отдать несомненно российской вакцине против нового коронавируса спутник в вакцина экстренно разработана всего за несколько месяцев но это стало результатом титанической работы предыдущих лет в центре имени гамалеи несколько лет в центре работали над созданием вакцины против вируса ближневосточного респираторного синдрома и оказалось что именно данная работа может стать основой для разработки вакцины и против коронавируса на подходе еще несколько вакцин против к вид 19 других российских научных центров. Второе, под самый конец года в воздух поднялся проходящее испытание новый отечественный лайнер МС-21, и это впервые произошло с новым отечественным двигателем ПД-14. Без сомнения, налицо колоссальный технологический прорыв. Стран, производящих подобные авиационные двигатели, в мире меньше, чем стран, способных вывести человека в космос. Третье, уникальная плавучая АЭС Михаил Ломоносов в середине текущего года была введена в эксплуатацию и подала первый свет и тепло в энергосеть чукотского города Певек. Подобные плавучие АЭС – настоящее спасение для удаленных прибрежных регионов нашей страны, крупнейшее технологическое достижение и весьма вероятный дорогостоящий экспортный товар для других стран мира. Четвертое, в космосе достижением российских технологий стал первый рентгеновский обзор космического неба, который произвела российская космическая обсерватория «Спектр ЭРГ». Теперь мы знаем почти, что в 10 раз больше рентгеновских источников, во вчетверо большем разрешении, нежели чем на бывшей лучшей до сих пор в мире небесной карте немецкой орбитальной обсерватории Росад, полученной еще в 1990 году. Пятое, произошел первый полет нового российского самолета Ил-114-300, который должен стать одним из главных инструментов, обеспечивающих транспортную связность регионов страны. Авиалинии России нуждаются в сотнях подобных машин. И для нее, опять же, был создан авиадвигатель новой модификации. Шестое, сдан в эксплуатацию первый супертанкер класса «Афромакс» российской постройки. «Афромакс» – это, пожалуй, вершина мирового танкера строения. За всю историю танкерного флота, такие суда производил лишь десяток самых технологически развитых стран, для чего использовались самые крупные передовые судостроительные предприятия. При этом головной супертанкер Владимир Мономах прошел весь цикл строительства, отрезки металла и доздачи корабля заказчику за чуть более чем два года, на уровне лучших мировых стандартов. Седьмое. Тяжелая ракета «Ангара-А5» совершила второй испытательный пуск, а значит Россия получает перспективу совершить собственную луную, а может быть даже марсианскую программу, только ракеты такого класса обеспечивают доставку на орбиту соответствующей полезной нагрузке. Восьмое. Российский атомный реактор нового поколения ВР-1200 впервые запущен в эксплуатацию за рубежом, на белорусской С. Это означает дальнейшую экспансию российского атомпрома, подтверждение безопасности и надежности его технологий. Девятое. Ученые Курчатовского института совместно со специалистами столичных вузов МГО и МИФИ впервые зарегистрировали солнечные нейтрины, частицы, образующиеся внутри нашей звезды, в процессе сложного термоядерного кноцикла, в котором углерод, азот и кислород взаимопревращаются друг в друга, попутно используя на это водород и производя гелий. Десятое. Ученые Российского химико-технологического университета совместно с коллегами из Нижегородского государственного технического университета предложили новую технологию, которая позволяет с помощью мембранной очистки современных абсорбентов получать чистый аммиак. Это важнейший компонент для производства азота, применяемого в сельском хозяйстве для роста растений. Прежний процесс оставался практически неизменным с начала 20 века, а его главной ахиллесовой пятой был громадный расход тепловой и электроэнергии. Каждое из перечисленных технологических достижений – лишь некая медийная точка, наглядно демонстрирующая итог предыдущих длительных и целенаправленных усилий. Хочется верить, что наша страна, пусть и с трудом, но смогла найти свою дорогу в будущее. Причем дорогу, отличную от заветов, по которым сегодня заставляют жить многие африканские страны, каждую из которых подрядили производить их собственную монокультуру, будь то какао, кофе, алмазы, мете или бокситы. В таких странах нет своей национально-экономической политики, нет независимой экономики и тем более нет технологического прогресса. Все эти жертвы свободной торговли стали лишь винтиками в мировом разделении труда, причем на самых последних и грязных ролях. На старых званых пирах в замках английских феодалов таких бедных родственников называли сидящими за солью. Солонка обычно замыкала набор престижных блюд, подававшихся для хозяев в начало стола, а в конец стола к сидящим за солью попадали лишь объедки. В 2020 году Россия не просто показала, но и доказала, что не будет сидеть за солью. Наша страна вернула себе технологическое лидерство и не собирается больше менять нефть на стеклянные бусы западного хай-тека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...